Всем привет! Привет, Саша! Итак, привет, Саша, Сергей, Алексей, Маша. И привет всем нашим дорогим зрителям, участникам Клуба анонимных аналитиков. Мы начинаем нашу такую экспериментальную телепередачу, которая должна стать популярнее, чем прожектор Пэрис Хилтон и шоу «Что будет дальше?». И сегодня мы проведем такой промежуточный образовательно-развлекательный эфир, посвященный разбору полученных заданий на наш конкурс на лучший дашборд по воронке продаж. Давайте, пока мы тут все подключаемся, собираемся, я напомню, в чем заключается конкурс. Мы подготовили нашу базу данных. Привет, Ким! Подготовили выгрузку из CRM, ее там побезличивали, поочищали с приемлемым количеством косяков. И этот массив выдали участникам, которых в итоге у нас 360 человек заявились на конкурс. И в результате каждому нужно подготовить такой бизнесовый дашборд, который бы давал ответы на вопросы, что же нам делать с продажами. И мы подготовили таких два, две номинации, взрослую и детскую, для начинающих. Взрослая номинация – это в которой нужно сделать такой вот интерактивный, настоящий дашборд. И детская номинация, в которой достаточно прислать просто слайдик, в котором мы оцениваем чисто вот такой статичный визуал, смысловое наполнение. И в итоге у нас получилось 300 заявок на взрослую и 60 на детскую. Из них на текущий момент мы получили уже 60 интерактивных работ и 10 статичных. И сегодня, естественно, мы не будем все 70 разбирать. Сразу предупрежу, что не ждите персональной обратной связи. Честно скажу, что из этого треть мы пока что просто отсеяли, как совсем такие еще сырые работы с кучей их косяков. Но причем часть взяли на разбор сегодня, чтобы вы посмотрели, как делать не надо и прислушались к нашим рекомендациям, почему так не надо делать. И также взяли на разбор интересные работы. И есть уже такие у нас серьезные претенденты на победу, кто точно попадет в финал. Поэтому сегодняшний разбор, он именно промежуточный для того, чтобы кто-то увидит свои работы, кто-то свои не увидит, не потому что мы их не сочли стоящими. Вот мне кто-то там в личку продолжает сейчас ссылать ссылочки, возможно, на классные работы, но просто они уже в наш конвейер не попали. Вот как раз после этого у нас будет открыт уже прием финальных работ. То есть все, что вы разберете, у вас будет еще время доработать, чтобы действительно побороться за наши призы. И здесь я вижу два таких основных стимула. Первый – это деньги. У нас за первое место 30 тысяч, за второе – 20, за третье – 10. И второй стимул – это вот такой репутационный, чтобы о вас узнали, услышали. И как раз все наши члены жюри – это те практики в индустрии аналитики визуализации данных, которые могут посмотреть, кого брать себе в команду наподряд или рекомендовать своим клиентам. И также будут, я думаю, у нас от каждого из членов жюри такие призы личных симпатий за интересные работы, которые, может быть, не получат те самые три первых места. Вот какой у нас формат. И дальше мы, каждый из нас выборочно взял себе 2-3, у кого-то, может быть, 4 работы, которые сейчас прокомментируют. Заранее предупреждаю, все претензии на необъективное судейство можете себе туда же засунуть. Никакой справедливости, мы здесь занимаемся чисто с сугубо субъективной оценкой, поэтому можете прислушиваться, можете не прислушиваться к нашему мнению. Мы тут устроили сами для себя конкурс с Blackjack и дашбордами. И на этом я передам слово, ну хотя буду по очереди представлять, сейчас я передам слово Сергею Громову, директору компании BI Consult, который у нас, наверное, такой самый старожил на рынке BI и продавал BI, когда мы еще пешком под стол ходили, и который главный по клику, по клик-вью, по клик-сенсу. У нас как раз присланы работы на разных платформах, то есть мы тут не ограничиваемся нашим фонд-клубом Power BI. И, в общем, Сергей, передаю тебе слово, чтобы ты оценил работы, как считаешь это нужным. Микрофон, да. Все равно звука нету. Звук есть? Есть. Вот так есть? А, это я его отключил аппаратно. Окей. Ну что ж, собственно, я рад быть членом такого веселого сообщества. Я надеюсь, что вам нравится мой юмор и то, что я вам там пощу про нашего любимого Алексея. Как говорится, человек идеально подошел под такой веселый бренд. Вот. Ну, я надеюсь, что он идет ему на пользу. Вот. Ну, а я, собственно, подготовил очень быстро такую интересную презентацию с небольшим разбором. И, собственно, как я понял, нам нужно уложиться примерно в 10 минут. Что и постараемся сделать. Давайте я нажму Share Screen. Надеюсь, что все получится. Так, а здесь можно выбрать, да, получается, что конкретно шерить. Вы видите сейчас мой экран? Да. Видим, да? С какого хрена? Вот. Итак, значит, ну, я, собственно, подготовил небольшую презентацию, поэтому начну с каких-то общих моментов. Значит, действительно, я занимаюсь 10 лет разработкой именно систем бизнес-анализа. Система бизнес-анализа – это, в общем-то, не только дэшборды, а на самом деле достаточно большое количество какого-то функционала. И столкнулся я вот с чем. Значит, у нас в компании есть разные роли у сотрудников, но в основном разработкой именно дэшбордов и систем бизнес-анализа занимаются программисты. И так сложилось, что у программистов почему-то, ну, не знаю, как так, не обидно сказать, но, в общем, с чувством прекрасного не у всех хорошо. То есть у кого-то есть, конечно, но это очень большая редкость. Поэтому, прежде чем начать непосредственно обсуждать дэшборды, я хотел бы просто порекомендовать всей аудитории, всем коллегам из анонимных аналитиков, это, собственно, изучать искусство. Начать, конечно, нужно, вот я здесь написал с государственного эрмитажа, ну, и прочих музеев. Сейчас они все выставили все как бы в онлайн. То есть вы можете зайти совершенно бесплатно, рассматривать всякие там произведения искусства, босха там и так далее. Значит, я сам, конечно, изучал все это дело сначала с классики, и потом постепенно, сейчас я увлекаюсь, конечно, современным искусством. Поэтому сразу вам рекомендую две классных книги. Одна называется «Непонятное искусство Гомперца». Гомперц — это директор Тейт. Вот. И, значит, соответственно, вторая книжка, она существенно более дорогая, более толстая, такая энциклопедия, искусство с 1900 года. Это, в общем, все про современное искусство. И больше всего мне тут, конечно, нравится автор под названием «ХД Бухло». Вот. Ну, такой приятный, интересная штучка. И мы видим, что, собственно, все искусство, оно катится в сторону минимализма. Ну, конечно, мы можем поспорить. Там лекция у нас сейчас не про искусство, но, тем не менее, искусство упрощается. И вот этот тренд на упрощение, да, то есть это минимализм, там конструктивизм, функционализм, конечно, он отражается и на наших системах бизнес-анализа. То есть системы должны быть суперпростые, суперпростые, суперлегкие в использовании и функциональные. Один из трендов вот этих вот историй с дэшбордами и с системами бизнес-анализа так и называется, что больше значит меньше или, наоборот, меньше значит больше. То есть это означает, что чем более кратко вы сумеете на вашем дэшборде выразить какую-то идею для бизнеса, тем лучше. То есть вы сможете больше сказать. Вот это как бы были общие слова. Ну и теперь переходим к каким-то базовым таким принципам. Попробую переключаться между презентацией и работами. Ну или, наверное, нет, наверное, лучше. Я просто не очень понял, как у меня окно расшарено. Каким образом у меня расшарено окно. Ну давайте, ладно, начну, собственно, с этого слайда. Конечно, самое главное, к чему я всегда призываю всех своих сотрудников, это вот эти базовые понятия. То есть все всегда должно быть подписано. Все всегда должно быть выведено на цифрах. Я вам покажу примеры сейчас, где это не сделано. Вы это попробуйте сразу увидеть. Значит, все шрифты должны быть одного размера. Все должно быть красиво. Единицы измерения должны быть подписаны. Должна быть сделана разметка. Про цвета, насколько я понимаю, сегодня будет еще спикер, который эту тему разжует. Но с цветами тоже все понятно, что там зеленый хорошо, красный плохо. К этому все привыкли, это надо делать. Значит, все красиво пунктирчиками. Информацию нужно располагать слева направо, снизу вверх, как читает человек. Делать систему анализа нужно однообразно, потому что человек к этому привыкает. И вот давайте посмотрим одну из работ сразу же, да, сейчас попробуем сделать, которую вот хотелось бы подвергнуть, ну, не жесткой критике, но типа того. Вот тут, кстати говоря, я специально сделал объект искусства. Это наша трансляция в трансляции. То есть это как бы такое, можно сказать, супер искусство. Это круто. Вот. Ну, давайте посмотрим. Вот у нас есть дешборд от Марии, что приятно, он сделан в табло. Это классный инструмент визуализации. И когда я его открыл, собственно, Марии большое спасибо и вообще. Сейчас мы продолжаем твою презу видеть. Ты похож на приложение, а не экран. Все, все, я понял. Сейчас. Скрин. Вот. Все, вот сейчас видим приложение, да? Все, отлично. Вот я как раз это и понял, что что-то тут не так было. Вот, значит, я вам хотел показать приложение Марии. Ну, там фамилии, имя, я думаю, я не знаю, там надо называть, не надо. Там это не принципиальный момент. Ну, что мы здесь сразу видим? То есть мы сразу видим, ничего не подписано, какие-то столбики. Что за цифры непонятные? Ну, цифры, понятно, тут миллионы, но миллионы чего там, рубли, штуки, непонятно. Продажи по категориям, кружочки, все одинакового размера. Нет никакой легенды, непонятно какой цвет. Ну, в общем, вот такой, это пример минимализма. В принципе, я считаю, что на самом деле, конечно, кто-то должен был сделать дэшборд в виде черного квадрата. Я бы сразу дал 5 баллов, потому что это как бы хороший стеб. И вообще, я бы и сам, может, такое сделал. Вот, то есть хороший дэшборд не показывает ничего. Просто либо зеленый экран, все хорошо, красный экран, все плохо. Беги на работу. Вот, но вот здесь мы как раз и видим пример такого минималистичного дэшборда, в котором, в общем-то, если честно, то мы не можем ничего практически сделать, никаких выводов. Вот, ну и, собственно, это вот пример вот этого вот, как раз вот этой вот, собственно, базы. Это ближе к супрематизму. Да, да, это вот супрематизм, то есть Малевич там и так далее. В общем, это приятные люди, конечно. Вот, поэтому про базу, коллеги, никто не забываем. Следующий уровень, значит, как мы планируем, ну, я вообще действительно занимаюсь кликом, и я скажу сразу, что клик – это не просто еще раз дэшборд, это система бизнес-анализа, которая подразумевает именно анализ информации. То есть мы должны расположить информацию, ну, назовем так, на нескольких дэшбордах, если так будет проще там сказать, да. И поэтому мы, например, именно кликовские проекты, мы делаем по так называемой дар-методологии. То есть, ну, собственно, тут все видят на экране, что это такое. То есть, по сути, у нас есть какой-то дэшборд, где собраны все показатели, есть несколько закладок аналитических, где там все более конкретно, более детально и очень интерактивно. И есть закладки с отчетами. В отчете всегда есть цифры, там все очень, так сказать, подробно и очень точные цифры. Значит, сегодня мы, конечно, увидим такие приложения в моем, во всяком случае, докладе, где все это будет. И, собственно, мы делаем именно по такой методологии свои приложения. Ну и подскажу, что, значит, следующий уровень, это обязательно должны быть цифры. Цифры просто так никто не воспринимает. То есть, если я скажу, что у меня там в этом месяце продажи в BI-консалта там 100 миллионов рублей, вам это ничего не скажет. Вы не поймете, хорошо, это плохо. Может быть, в прошлом году было 500 миллионов, да, а в этом 100, и это плохо. А может быть, наоборот, в прошлом было 10, а стало 100, это круто. Значит, естественно, нужна динамика, естественно, нужны иерархии. То есть, анализировать данные нужно в каком-то иерархическом порядке. То есть, может быть, там проваливаться куда-то вниз, там drill down какой-то делать. Ну, естественно, в тех иерархиях, которые у вас есть. Также таким неким бест-практиком считается раскладывать измерения по разным листам. То есть, например, очень детально анализировать менеджеров там на одном листе и, допустим, товары на другом. Или вот таким образом разделять по каким-то функциональным там бизнес каким-то задачам. То есть, на одном листе полностью обсуждать бизнес-задачу. Вот такие как раз примеры сегодня тоже будет, еще один примерчик. Ну и здесь я хочу сказать, что, конечно, это я не сам придумал. У каждого вендора всех любых вот этих вот систем бизнес-анализа, у каждого вендора есть какие-то бест-практики, есть какие-то документы, которые помогают это делать. Ну вот я сейчас покажу вам кликовский документ. Вот, собственно, здесь вот то, что я вам рассказываю, просто разжевано на чистейшем английском языке. То есть написано, что там делайте все проще, делайте сравнение цифр, там вот делайте там цвета, там красивые линии, плоский дизайн и так далее, и так далее. То есть такие вот гайды вы всегда можете найти. В конце презентации я скажу, где можно скачать все эти наши гайды и так далее. Значит, ну и давайте посмотрим еще, например, дешборд один, который я хотел бы тоже обсудить. Значит, это у нас дешборд уже на Power BI. Я, честно сказать, Power BI занимаюсь очень мало, но вот, в принципе, мне все очень понравилось, то, что я увидел. Ну вот давайте посмотрим на этот дешборд. Вот, значит, что мне сразу бросилось в глаза. Ну, как человеку, так сказать, с чувством прекрасного бросились в глаза разные шрифты, да, то есть шрифты разные. Ну, конечно, какие-то цвета тут подобраны, там что-то синенькое, что-то красненькое. Не знаю, синенькое, то если это, как сказать, бухло, то это, наверное, хорошо, да. То есть, наверное, это, можно сказать, как зеленое. Вот, но красное – это, наверное, плохо. Значит, ну вот мы видим разные шрифты, мне это все не очень нравится. Но вот что я сразу здесь обратил внимание. Ну, например, вы делаете графики, да, там горизонтальные, вертикальные. То есть у человека прыгает взгляд, да. То есть он сразу смотрит, там один график вертикальный, один горизонтальный. Здесь, допустим, ничего не подписано. Вот тут какие-то цифры есть, тут цифр нет. Ну, полный трэш, да. Ну, не полный, конечно. Этот дешборд в моей категории, он такой середнячок небольшой занимает. Но, тем не менее, вот я как бы сейчас пытаюсь сказать, ну, пытаюсь сказать и что хорошего, и пытаюсь сказать, что плохого. Значит, соответственно, ну, не вижу никакой расшифровки, не вижу единиц измерения, не вижу никаких осей, шкал. То есть, ну, сложно как бы, да, здесь вообще разобраться. Значит, что еще? Ну, то есть, например, там вот здесь сделки, да, ну, там кто пришел в сделки? Ну, надо написать там количество штук, да. То есть мы тут понимаем, что тут пять, видимо, этот человек там делает пять сделок. Значит, что еще из интересного? Значит, совершенно никак не отражен период, да. То есть, ну, вот я как руководитель, например, я совершенно не понимаю, за какой это период, блин, там за год, за месяц, за квартал. Факт, что здесь видно? Непонятно. Но это, кстати, еще не самое страшное, что есть в этом дешборде, коллеги. Вот, нет, мне этот дешборд на самом деле понравился. Вот, но так, сейчас я тут записи свои смотрю. Значит, длинные графики, естественно, надо обрезать, потому что, ну, если вот такой длинный график, тут уже все абсолютно нечитаемо. Шрифты супер мелкие. Значит, очевидно, что все дешборды надо делать каким-то образом универсальными по размеру, потому что, например, у меня экран не очень большой, я на ноутбуке сижу, хотя у меня там коллеги, там, у них 10 мониторов, но я сижу за ноутбуком, и когда мне мои коллеги показывают приложение, оно должно у меня всегда открыться. Вот, значит, соответственно, нет дат. Дальше смотрим детализацию. Значит, ну, как бы я сказал, что трэша не будет, но это не трэш на самом деле, но я считаю, что в корпоративном каком-то стиле, я не знаю, там это вот, ну, как бы коллега наш прикололся, то есть я тоже люблю юмор, естественно, поэтому за юмор здесь точно можно хорошо поставить, но мне кажется, что рыбки для корпоративного дешборда не очень. Но если это юмор, тогда ставим плюсик. Если это как бы не юмор, а действительно наши аналитики предполагают таким образом оформлять дешборды для директора, то, ну, мне кажется, что директор может вот и как-то повлиять. Значит, по существу что еще могу сказать? Вот здесь будет еще один вопрос там в другом дешборде о том, что мои, например, программисты часто делали такую ошибку, когда они не думали о том, что будет через год, через два. То есть если этот дешборд предполагается использовать больше там одного года, то обязательно нужно там завязываться на год, даты, ну, месяц и год. Вот, например, в этом дешборде мы сразу видим, что человек подумал только о месяцах, да, и он указал там январь, февраль, март, апрель. А на самом деле в других потом следующих вы увидите, что другие коллеги, они сделали там январь 2020, февраль 2020. То есть, ну, они подумали, что в теории может быть ситуация, когда будет январь 2021 года. Вот, ну, окей, все, поехали дальше. Значит, дальше следующая у нас история. То есть есть базовый уровень, есть следующий. Ну, и, наконец, такой небольшой инсайт. Ну, я уже буду стараться, естественно, закругляться. Небольшой инсайт. Вообще, почему руководители любят Excel? Я, например, тоже у меня, естественно, у меня есть система бизнес-анализа по нашей компании. Там даже не одна их, у меня там штуки три, наверное, разных. Но, тем не менее, я сейчас смотрю Excel-ный отчет, который мне присылается автоматически раз в неделю. Почему? Ну, собственно, здесь все уже написано. Я надеюсь, все, кто смотрит, все уже прочитали. Мы столкнулись за 10 лет с тем, что людям лень. Тупо лень нажимать кнопки, искать информацию. Значит, и здесь встает, конечно, самый главный вопрос создания дэшбордов. А, собственно, для кого мы его делаем? Это фундаментальный вопрос, который, я думаю, что вам нужно будет в каждом своем там проекте задавать, кто будет пользователь. Это рядовые какие-то люди, которым нужен функционал или это директоры. Ну, если мы предполагаем, что это директоры, то я могу сразу сказать, эти люди не хотят нажимать кнопки, не хотят ничего искать, и им это сложно. Им просто это тупо сложно. Даже если вы классно все запрограммировали. Поэтому они хотят сразу видеть ответы на все вопросы. Соответственно, прежде чем делать дэшборд, я советую написать список вопросов, которые будет задавать сам себе человек, который будет пользоваться этим дэшбордом. И, собственно, отразить ответы на эти вопросы. Вот. Поэтому вот такая история. И давайте посмотрим еще один дэшборд. Вот чем следующий дэшборд мне понравился следующим. Тем, что он сделан в таком интересном, новом для меня инструменте – это Google Data Studio. Data Studio. Вот такая вот штука прикольная. Вот. Значит, что здесь мне, ну, как бы сразу понравилось, да, что лучше, да, для меня. Мне так показалось. Ну, во-первых, человек указал даты, период, да, то есть стало хоть понятно вообще, за какой период мы тут вообще, что мы делаем, да. Значит, хорошие моменты. Ну, во-первых, есть, значит, расчет потенциала какой-то, да, то есть вот в ожидании. Это у них называется в ожидании. То есть, ну, это вот потенциал. То есть мы, ну, он на самом деле есть у многих, но вот здесь он конкретно есть. Значит, дальше человек, конечно, подумал и сделал дополнительно ABC-анализ. Это приятно, это дополнительный функционал, который, в общем-то, ну, всегда оправдан, да, все знают, что такое ABC-анализ. Вот. То есть расположение приятное. Конечно, ну, то, что чарт смотрит влево, там, это не очень естественно для глаза. Наверное, это ближе к японцам. Но, тем не менее, все равно все гармонично, цветовая гамма красивая, хорошие такие размеры шрифтов, то есть все так единообразно. В общем, этот дэшборд мне, в принципе, визуально он мне понравился. Вот. Хотя я понимаю, что там технология какая-то сложная. Значит, что еще интересного товарищ сделал, это он сделал сравнение, да, то есть это вот очень хорошо, то, о чем я говорил. Любые цифры, коллеги, без сравнения цифры вообще не интересны. Поэтому обязательно всегда думайте, каким образом и что вы можете сравнить. Значит, и что здесь я написал. Значит, раз… Так, вот раз у нас человек прописал вот такую воронку продаж с процентами, на самом деле это тоже многие сделали, но мне кажется, что сюда можно даже прикрутить когортный анализ было. Ну, это было бы, конечно, прикольно. Ну, понятно, что о функционале можно говорить вечно, то есть истории можно прикручивать там миллион, но вот мне сразу, когда я вижу такие проценты, мне сразу почему-то приходит в голову этот когортный анализ. Вот. И что здесь в этом дэшборде меня немного поразило, вот меня это поражает всегда и даже у наших программистов. Это когда я вижу вот такое итоговое. То есть мы видим продукт, да, разрез продукты, мы видим там сделки, конверсии, видим стоимость. То есть видим, что вроде как мы сквозной аналитики на 3,6 миллиона продали. Потом мы видим интеграцию на 2,2 миллиона, техподдержку на 2,7, а в итоге получилось 2,4. То есть я тогда что сделаю? Делаю зарплату 100 тысяч за проектирование дэшборда в месяц, этому же человеку 100 тысяч за ETL, этому же человеку 100 тысяч за заполнение отчета, а в итоге 30. Вот вам как бы честная история. Ну, то есть меня всегда поражает, когда у меня итогой не сходится. Вот. Поэтому, ну вот, видимо, минус этого дэшборда в том, что все-таки надо более внимательно смотреть на цифры. Вот здесь, кстати говоря, цифра вроде как получше. Вот. То есть здесь вроде похоже на правду, да, что тут как бы много-много всего, и оно в итоге в 176 миллионов по идее схлопнется. Да, похоже на правду. Вот. Значит, дальше. Это были инсайты. Ну и давайте я тогда еще парочку дэшбордов вам покажу. Вот уже два буквально осталось, и все, и заканчиваю. Вот этот дэшборд, видно, что сделала его, видимо, профессиональная команда. Это, значит, я думаю, что коллеги делали профессионально. Он сделан в табло. Значит, и, в общем-то, вот он мне, в принципе, понравился. Ну, я скажу хорошо, что хорошо, и что плохо я сделаю. Значит, ну, во-первых, здесь то же самое. Значит, я не очень понял, что будет, когда у нас перейдет следующий год. Потому что, на самом деле, здесь рассчитаны все KPI, но нет какой-то легенды, где написано, собственно, за какой период это. Видимо, это с начала года. Ну, как я так подозреваю, что, скорее всего, это с начала года. Ну, вот, например, а что будет? Вот какая цифра здесь будет, если наступит следующий год? Вот этого я сейчас сказать не могу, потому что, ну, я не знаю логику программирования этого дэшборда. Но стандартно я советую делать какие-то хелпы, которые помогут, допустим, понять, да, руководителю, как считаются эти цифры. Так вот, и что мы здесь на этом дэшборде видим хорошего? Хорошее мы видим, как обычно. Много плотненькой информации. Это очень круто, да. То есть человек очень быстро думает, человек очень много может очень быстро анализировать. То есть я вижу много-много информации. Это прикольно. Я вижу хорошую цветовую гамму, хорошие шрифты. То есть они все одинаковые, да. Не очень много сравнений. То есть вот сравнений здесь нет. Это грустно. Вот поэтому, ну, за это не зачет небольшой. Но в целом зато много другой дополнительной информации, да. Вот, например, вот это вот по центру, да, там, дней в работе. Но мы, опять же, понимаем, что сначала должны быть какие-то главные вещи, да, по иерархии. То есть сначала должны решаться вопросы суперглавные, потом среднего там уровня, да. И потом уже самые неглавные, они должны быть где-то в самом конце, там, на самом дальнем листе. Ну вот я не знаю, насколько вот это вот по центру у нас вот такой вот объект, дней в работе. Ну давайте попробуем понять, что это такое. То есть я так понимаю, что мы видим этапность сделки, сколько дней она в работе, на какой она объем, на какой она объем. Мне показалось, что ты хвалишь эту штуку. Я уже хотел с тобой панировать, панировать тебе. Нет, нет. Нет, я ни черта не понимаю, что это. Нет, так давай, давай посмотрим. Вот смотри, это среднее, да. То есть мы понимаем, что на уровне ледов у Скворцова в среднем вот столько, вот рисочка стоит, это среднее время для этапа. В среднем 53 дня этот этап у него длится. Но вот здесь есть сделка, которая на 12 лямов, вот эта вот большая сделка, да, и она сейчас на 30-м дне. То есть мы понимаем, что у него есть большая сделка, которая еще не подошла к среднему. Вот, а у него есть сделка со встречей, да, которая тоже большая. Ну, черт знает, да. В общем, конечно, как я сказал, вот сложные диаграммы лучше как-то комментировать. Тогда если это дольше среднее, то оно наоборот должно как-то мне маячить, краснеть, что у меня сделка так протухает, получается. Да, возможно. Ну, так вот, с помощью здесь мы можем понять, то есть мы можем понять, что, например, вот смотри, мы можем понять, что несколько крупных сделок уже висят на этом этапе дольше среднего. То есть, в принципе, это крутой такой инсайт. Но нужно тогда вот автору здесь как раз цветовую индикацию той же логики там от зеленого к красному какому-то градиенту, потому что вот без бутылки не разобраться. Ну, мы здесь и сидим, чтобы разбираться, Алексей, поэтому я думаю, что мы-то с тобой… Да, ну, конечно, я говорю, директоры разбираться не будут, они хотят видеть ответ на свой вопрос. Вот, это, ну, я к этому уже давно пришел. Значит, ну, что мы еще здесь видим на этом дэшборде? Значит, ну, видим много-много такой интересной всякой скомпонованной информации. Видим, наконец-то, отчеты. То есть, вот какой-то есть отчетик, я не знаю, опять же. Да, и вот, например, опять же, проблема. Вот, например, у меня экран небольшой, да, люди проектировали под большой экран. Вот у меня, например, даже горизонтального скролла нет. То есть, я даже вот сюда вот уже уйти не могу. То есть, вот сюда я уже не смогу попасть. Ну, вот и все. Вот, вот это вот динамика. Что ты говоришь? Я просто, что хотел еще прокомментировать, что друзья из членов жюри тоже можете подключаться к комментированию. То есть, это у нас формат дискуссии, может быть, там... Да, можно мне прокомментировать? Давайте. Да, да, пожалуйста. Он скроллится, если я не знаю, как мышкой на тачпаде, он скроллится по горизонтали. Нужно просто по тачпаду покрутить, и он проскроллится. Слушай, я вот тачпадом сейчас кручу. Я директор, я не умею тачпадом пользоваться. Хорошо, что я мышкой умею пользоваться. Ну, это один из немногих, кто мне более-менее понравился, но здесь абсолютно нет ничего про анализ существующих клиентов и про то, как они покупают, что они покупают, как часто они покупают, как долго они уже не покупали. Тут ничего про постоянных клиентов нет вообще. То есть, это целый пласт вывалился из анализа абсолютно. И как в этом отчете, так и во всех остальных ни у кого вообще нету метрик стоимости и доходности. Они их вообще не считают. Сколько мы заработали на каждом лиде, сколько мы заработали на каждом клиенте, сколько мы потратили на каждый лид в разрезе каналов, что очень важно. Потому что я, например, как комдир, либо как директор по продажам, хочу понять, куда мне перераспределить рекламный бюджет, в какой канал. Какой канал мне генерит более дешевых клиентов. И нет ответа на этот вопрос. То есть, я все отчеты анализировал с точки зрения того, какое управленческое решение я могу принять, чтобы увеличить продажи. И на 90% все эти отчеты показывают мне, что произошло в прошлом. Непроактивная аналитика, да. Да, да, да. Это здорово для накапливания какой-то аналитики, чтобы потом ретроспективно что-то анализировать. Но здесь сейчас принять управленческое решение, куда мне инвестировать время, силу и деньги, практически ни один отчет не отвечает. Вот здесь, если все-таки проскролить, если получится проскролить… У меня в горизонталь никак. Я хочу прям такой сценарий рассмотреть, что здесь можно сделать и во что мы тут сразу упираемся. Слушай, Эдуард, а давай, может, сделаем… Ты, может, его просто откроешь у себя потом и проскролишь, окей? То есть, мне надо демонстрацию экрана сделать, правильно? Не, ну я имею в виду, ты же будешь выступать, правильно, сейчас там честно говоря. А, ну окей, окей, хорошо. Не, мне несложно, просто у меня реально не скролится, поэтому… А вот эта штука с шарами, да, это действительно синие шары в идеале должны быть красными. Это хороший отчет, и он часто используется именно в отделе продаж для того, чтобы анализировать, мы вышли за средние или нет. То есть, все сделки, которые синие, это плохие сделки. Их надо либо закрывать, это, как правило, либо наш нецелевой клиент, и мы не умеем с таким клиентом работать, поэтому у нас сроки поползли. Либо клиент уже заключил сделку, но на самом деле она просто продолжает болтаться в воронке. Либо нужно экстренно менять свое поведение внутри сделки, подключаться руководителю для того, чтобы эту сделку не проиграть. То есть, синие сделки – это вот первый приоритет внимания руководителя. Но в идеале, конечно, должны быть красными. Да, да. Ну, да, я вот тоже хотел отметить, что дэшборд хоть и красивый, да, но действительно… То есть, вот динамика какая-то немножко странная. В общем, есть странности. Но зато хотя бы все подписано, да, написаны хотя бы там единицы измерения, написаны проценты. Я намеренно не стал лезть именно в функционал, да. Почему? Потому что функционал можно вообще обсуждать практически бесконечно. То есть, на таких там, ну, на нормальных данных можно вообще сделать там просто что угодно. Это можно там, ну, я не знаю, энциклопедию написать, что можно там вычислить и как показать эти данные. Но с Эдуардом я согласен полностью на тему про активной аналитики. Потому что мы тоже к этому пришли за несколько лет работы, что, конечно, анализировать постфактум, ну, не очень интересно. Двигаться дальше? Да, давай двигаемся дальше. На следующую… Все, подожди, подожди, подожди. Не останется? Все, погоди, погоди. Быстро, да, допиливаю своего фаворита. Я за него не топлю, но мне понравился. Значит, вот я… Хорошо, давай его. Да, все, быстро, просто я не буду даже про него ничего особо рассказывать, но просто скажу, что, значит, ну, это, конечно, клик. Я вообще, ну, не то, что я просто за клик, но вот здесь как бы такая достаточно комплексная система. Это такая комплексная, ну, совпало, да. Вот, такая комплексная система. Вот мне понравилось то, что там автор, да, он очень много чего… Во-первых, он много чего сделал, во-вторых, он много чего разложил. По листам. Но это вот как раз та самая методология клика, которая говорит, во-первых, раскладывайте измерения, да, то есть в каждом отдельном измерении делать отдельный лист, отдельный как бы… Все показатели размусоливать внутри одного измерения, а потом между измерениями. Но это как раз связано вот с этой ассоциативной историей клика. Ну, вот здесь мы что видим? То есть здесь есть мощный дэшборд, есть отчеты, значит, использованы разные там графические красивые элементы, которые там что-то помогают. Значит, автор, он там записал видео, в котором рассказал, как этим пользоваться. Значит, здесь какие-то KPI, после этого там, да, распределено, все подписано, цифры там. В общем, ну, в общем, достаточно читаемые дэшборды. Единственное, что мне здесь стало непонятно, это вот эта вот конверсионность комбинации каналов. Блин, я, конечно, такие сложные вещи не воспринимаю, мне как-то попроще хочется. Но что мне понравилось, то, что все везде подписано, все классно, все красиво, достаточно понятно. И вот сделано несколько таких мощных бизнес-функциональных сценариев, да, то есть есть приоритеты рекомендаций, куда дальше бежать, чего продавать. Тоже там сделаны ABC-анализы, то есть видно, на кого обращать внимание, кто нам приносит прибыль. Можно проанализировать там в любых разрезах. Ну, вот, например, вот, кстати, один из бест-практиков, который мы в свое время применяли. Когда ты берешь, например, делаешь на лист один показатель и рассматриваешь его в разных размерах. Вот, например, здесь это менеджеры, да, ну, например, вот, разрез менеджера, продукты, источники. Вот я, например, могу выбрать менеджера, и у меня он разложится по продуктам и источникам. Это такой вот, ну, как бы, бест-практик был в клике тоже. То есть можно идти либо внутри одного измерения, либо внутри одного показателя, либо внутри бизнес-задачи. Вот как бы три варианта, как я себе вижу, применение системы бизнес-анализа. Вот здесь это все реализовано. Единственное, к чему у меня сейчас претензия, это к тому, что на моем маленьком экране вот я вижу только по две строчки. Ну, конечно, это ни хрена не понятно. Чтобы тут что-то доскролить, ну, куда-то надо там бежать вниз. Все, на этом я заканчиваю всю эту историю. Значит, и давайте напоследок вот эта реклама небольшая. Значит, во-первых, я хотел бы сказать, что у нас на нашем сайте в разделе «Скачать» есть огромное количество вот этих книг по дизайну. Просто там безумное какое-то количество. Вот заходите в раздел «Скачать», опускаетесь в книги по дизайну. Если вам интересны именно книги «Как проектировать дэшборды», вот тут есть миллиард там всяких бест-практиков. Там сейчас я домотаю до этой истории и покажу. Вот книги по визуализации данных. Вот тут, короче, собрано, блин, все, что можно. Короче, все, что можно есть. И напоследок отрекламирую немножко мой новый проект, который Алексей уже любезно там написал статью, что, в принципе, я проанализировал все русские BI-системы. Ну, тоже там сделал по некоторым критериям сравнение вот именно русских BI-систем. То есть, возможно, скоро мы с вами, когда закроемся от Америки, возможно, мы будем обсуждать дэшборды, сделанные вот в этих системах. Ну и все, на этом как бы всем большое спасибо за внимание. Я тогда забирайте у меня экран. Все, Алексей, спасибо за то, что пригласил. Группа Форева. Буду новую порцию юмора придумывать. Хорошо. Давай, выключай экран. У меня тут такой промежуточный комментарий, классный комментарий прочитал сейчас к нашей трансляции, что сидят тут четыре типа и стебутся над дэшбордами. Так что автор даже ничего в конкурс отправлять больше не будет. Я что на это хочу сказать? Можете, конечно, к комментариям прислушиваться, можете не прислушиваться и оставаться в своей правоте. Я вам так скажу, что на организацию всего этого и на анализ вот этих всех работ мы точно потратили больше, чем вы на свою работу, которую взялись делать или только собираетесь делать. Поэтому не обижайтесь. Единственное, по поводу данных, именно сроков переходов между тапами действительно нет. Комментарий по поводу конверсионности закрытой сделкой как раз и надо считать там, где у нас подписан уже контракт, началась работа. Это можно считать закрытой сделкой, от нее считать конверсию. А в целом я предупреждал, что мы будем откровенные ляпы стебать и хвалить. И лучше мы это сделаем так, чем вы когда на своей работе или с своими клиентами так вот облажаетесь. Поэтому не будьте такими обидчивыми и ранимыми. И теперь передам слово Киму, который тоже сделает свой обзор. Коллеги, всем добрый пока еще день. Меня зовут Ким Воронин, я эксперт по визуальным коммуникациям. Я практически не разбираюсь в дашбордах, поэтому с большим интересом слушал Сергея. Почерпну для себя много нового. И сейчас я включу свою демонстрацию экрана, разберу буквально три дашборда исключительно с точки зрения того, как они выглядят. И что я, как человек, который ничего не понимает в аналитике продаж на таком уровне, считывает на них в первую очередь, во вторую очередь, в третью очередь. Какую пользу это может дать вам? Вы на примере, опять же, человека, который вне контекста, сможете посмотреть, авторы этих работ, как неофит в первый раз смотрит на ваш дашборд, на что он обращает внимание, что ему кажется понятным, что непонятным. Надеюсь, вам это действительно будет полезно. Времени у вас много дизайма, буквально 15 минут, не больше 5 минут на каждый дашборд. Меня видно, слышно, да, все нормально, моя картинка отображается. Надеюсь, да. Итак, тогда приступим. Леш, все в порядке, да, меня видно на трансляции? Мой экран видно? Да. Окей, поехали. Значит, что я вижу здесь? Мне кажется, что у меня что-то подслетело, поэтому я обновлюсь. Было у меня такое ощущение, да, что-то с фильтрами. Вижу дашборд, вижу огромное количество цветов. Раз, два, даже хочется посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, минимум семь. Вижу некие большие крупные цифры, да. Видимо, это самая главная информация. Сколько оплаты, что план у нас не выполняется, что не по количеству оплат, не по, видимо, суммам. Вижу какую-то конверсию, средний чек, сколько дней в работе, окей. Помню, что мне нужно, значит, понимать информацию по менеджерам, кто самый результативный, кто менее результативный. Понимать информацию по клиентам, кто у меня самый важный, кто менее важный. И какие продукты, значит, приносят большие деньги. Вижу тут продукты. Как мне кажется, да, самую наибольшую прибыль нам, видимо, приносит техподдержка. И там источники лиды у нас идут от агентов и от мероприятий. Прикольно. Смотрю на менеджеров. И вот тут, ну, во-первых, как именно с точки зрения дизайна, бледно-желтые цвета с тонкими шрифтами читаются крайне плохо, особенно на мониторах с низкой контрастностью, особенно на каких-нибудь старых корпоративных мониторах. Лучше делать что-то более темное, более контрастное. Но вижу, да, видимо, вот эти ребята наименее результативные, раз они не выполняют план. Если это так, то авторы дашборда молодцы. Я сразу вижу двух нерезультативных чуваков. Если это не так, то авторы не очень молодцы. Пытаюсь смотреть на этот график и пока что плохо понимаю, что он здесь. Так, у нас здесь есть оплаты накопительным итогом, есть оплаты, видимо, по факту, по месяцам. Что будет, если я нажму на продукты? Я не понимаю. Что будет, если я нажму на менеджеры? Все, понял, продукты. Смотрите тоже, коллеги, для меня странно, то есть есть в дизайне принцип близости, то, что рядом, то считывается как что-то одного смыслового порядка. Вот почему продукты менеджеры ближе к этой диаграмме или к верхней части, а не к левой, мне непонятно, потому что принцип работы, они переключают левую, только левую часть. Да, видимо, да. Плюс я вот сейчас случайно здесь на что-то нажал и все, как вернуть обратно, я тоже понимаю. Окей, по стартовому экрану как-то так, по этапам. Здесь мне все более-менее понятно, что на каком этапе, сколько у нас денег, сколько дней, сколько среднее. И, опять же, показатель среднее, видимо, дает мне понимание, что, ну, то есть в порядке на этом этапе сделки. Нет, не дает, кстати, понимания. То есть, да, я не понимаю сейчас, есть ли у меня какие-то сделки, на которые нужно обратить внимание или не нужно. Окей. Видимо, эти две вкладки я пока не смотрю, потому что тут что-то будет потом. Поэтому остановлюсь только на главной. Наверное, давайте еще покликаю в правую часть, чтобы понять, что у нас здесь. А, у нас добавляются или убираются непосредственно наши линии. Тут тоже такой момент. Мне немного странно, что сейчас в легенде одновременно я вижу четыре, а все четыре мне нужно включать механически, пока они не включены. Тут, ну, висит, на мой взгляд, немножко мусорная легенда, которая, по идее, должна также динамически меняться, если это возможно. По поводу менеджеров, тут, конечно, тоже полнейший месс, особенно если, представьте, будет клиентов-менеджера много, как соотнести цвет, вот этот красный, вот этот оранжевый. Ну, то есть, тут на чем-то есть цифра, на чем-то нет. Визуально это понять достаточно сложно. Никакой общей там какой-то бальной оценки этому дашборду давать не буду, потому что, опять же, я не профессионал. Мой первый взгляд неофита был примерно следующим. Перехожу к следующему дашбору. Этот вариант я выбрал просто потому, что он мне визуально понравился больше всего. В сегодняшнем разборе я покажу три варианта. Тот, который мне показался, ну, относительно нормальным, тот, который мне визуально показался очень хорошим, и тот, который мне визуально показался самым слабым. Но, надеюсь, на этих трех примерах покажу какие-то, дам какие-то полезные комментарии. Значит, второй дашборд. Что я вижу здесь? Я вижу однозначно разделение на три крупных блока, ну, то есть, на три линии. И, соответственно, то, что у нас выше, да, как говорил Сергей, я с ним полностью согласен. Считаем мы сверху, вниз, слева, направо, но большинство людей. Поэтому то, что в самом верху, я воспринимаю как самые важные штуки. Вижу лиды, вижу конверсии, вижу, опять же, сделки, вижу сумму, ожидаемый доход, клиенты, повторное обращение. Дальше смотрю внутрь, опять же, вижу, сколько у меня, ну, из чего состоит моя воронка продаж, на каком этапе, сколько, значит, лидов сделок у меня состоит. Вижу рейтинг источников, и если я правильно помню постановку задачи, то вот эти два блока, они не настолько важные. Нам было более важно понять, насколько результативны топ-менеджеры, кто наиболее важные клиенты и какие продукты у нас наиболее доходные. Поэтому расположение вот этих блоков в верхней части, мне кажется, немножко странным. Судя по топ-менеджерам, прошлый дашборд мне казался более информативным. Я здесь без цифр, плохо понимаю, ну, придется тыкать и смотреть. Но, видимо, у него факт, план 15, факт 10. Раз тот, кто сверху, тут более результативный, видимо, так. Но, может, нет, потому что планы у них тоже разные. И в этом плане процентовка с прошлого варианта, который я еще, кстати, не знаю, как сбрасывать, потому что, опять же, я редко работаю с дашбордами, поэтому просто перезагружу. Здесь мне как-то больше понятно именно по процентовке, кто успешнее выполняет планы, а кто нет. Здесь только абсолютное значение, мне это тяжеловато дается. Так, выполнение плана по продуктам. Опять же, визуально здесь все там намного, мне кажется, аккуратнее, симпатичнее. Но вот в этом плане предыдущий график мне был понятнее, что здесь у нас накопительные штуки. Я вижу, что техподдержка самая прибыльная. Здесь я этого, ну, чтобы это понять, мне нужно всматриваться в дашборд. В этом плане мне очень импонирует лозунг одного из наших экспертов по инфографике, российских, напомните мне, кто это сказал, что инфографика и, в принципе, визуализация данных – это чтобы увидел и понял. И в этом плане, например, вот эта штука, которая рассказывает про то, какой продукт наиболее прибыльный, мне понятнее, чем вот это. Не кидайтесь в меня камнями, если в мире дашбордов это не так. По клиентам примерно та же ситуация, визуально очень симпатично, аккуратно, я все понимаю, как крутить, но количество сделок недостаточно даже мне. Мне нужно видеть сразу суммы, очевидно, по этим сделкам, чтобы понимать, а сколько-то денег. Возможно, какой-то клиент в самом низу списки, по которому сделка у меня сейчас возможная, только возможная, но она настолько гигантская, что даст мне, не знаю, половину годового дохода. Поэтому визуально этот дашборд мой любимый. Буквально всего у нас здесь раз, два, три оттенка, четыре вместе с красным кейт цветов. Все аккуратно, ровно по блокам, аккуратные шрифты, аккуратные выравнивания. Очень красиво, но информативно. Предыдущий вариант, как мне самому не странно, мне нравится больше. Последние пять минут моего спича. Разберем последнюю работу. И здесь первое, что мне бросилось в глаза, это две вещи. Абсолютно, опять же, согласен с предыдущим оратором, что надо все подписывать. И просто иконки, особенно если это иконка к воронке, а выглядит она как процессная иконочка, то есть просто иконки без подписи не работают. То есть я не представляю, что вот здесь сверху, наверное, что-то про маркетинг. А, нет, это трафик. Ну, окей, близко, но все же нет. Это, наверное, менеджер, окей, да? Нет, это были компании, то есть наши клиенты. То есть просто иконки отдельно от подписей работают крайне плохо. Как вернуться на предыдущий экран, я тоже не знаю. И если вы делаете дашборд клиенту, который впервые будет работать с дашбордами, обязательно это учитывайте. Просто обновлюсь, чтобы увидеть то, что было. С точки зрения дизайна, кроме иконок, мне не нравится то, что у нас есть важные вертикальные подписи, и ладно, здесь два всего показателя, да, это выручка и количество. Но, во-первых, нужно понимать, что вашим дашбордом может пользоваться человек, у которого, не дай бог, проблемы с шеей, с позвоночником, и это базовая визуальная гигиена, что мы важные вещи никогда не заставляем людей читать в каком-то непривычном положении. Следующий момент, ну, то есть очень маленькое количество воздуха от иконки до разделения этого дашборда между блоками. Выравнивания тоже, ну, такие неоднородные. Все вместе мне это как визуалу глубочайшему делает немножко больно. Вот. И следующий там смысловой момент, опять же, я немножко не сразу вообще понял, что у нас выполнение плана, а я, кстати, до сих пор не понял, это общее выполнение плана или только по этому менеджеру. Переключу менеджеров и пойму, что это только по менеджеру, а, видимо, чтобы увидеть выполнение общего плана, мне нужно включить четырех менеджеров, что мне кажется достаточно странным, потому что, на мой взгляд, базовый вид, который должен видеть директор, это некая общая картина, и дальше он уже может на основании различных каких-то триггеров, светофорчиков и прочих цифр понять, куда ему возможно нажать или сразу какое управленческое решение стоит принять. На этом моя часть на сегодня официально закончена. Передаю слово следующему коллеге, который, надеюсь, гораздо более сведущий в дашбордах и аналитике по продажам. Надеюсь, что мои комментарии не задели авторок за живое. Я действительно старался просто дать вам свой первый свежий взгляд человека, который далек от этого мира, а наверняка именно такими и могут быть ваши будущие клиенты. Надеюсь, что мои комментарии будут вам полезны в дальнейшей работе. Рекламы у меня никакой нет, поэтому, пожалуйста, следующий спикер. Так, давай я включусь между вами с этой хейты от зрителей. Опа! Да. Хороший такой комментарий на тему «О судьи кто?» Давайте судьи сами свой дашборд сделают и покажут. Во-первых, я скажу так, что нам за дашборды, за визуализацию и за аналитику продаж наши клиенты достаточно хорошо платят, и у многих из нас можно посмотреть портфолио. Поэтому, если вы считаете оценку какой-то субъективной, несправедливой, можете не участвовать и не продолжать смотреть. Если вы здесь рассчитываете подчеркнуть материал полезный, поучиться на чужих ошибках и как раз на финале, я думаю, что нам будет что посмотреть более такого зрелого и доработанного материала. Так что это ваше дело, как всю эту критику воспринимать. И второй комментарий более конструктивный по поводу все-таки для кого мы делаем. И в задании было описано, что все-таки это мы делаем дашборд для директора компании, который покажет картину сверху вниз. И где-то мы видим примеры, что она так вот разложена по уровням. И вот та самая методика ДАР, о которой рассказывал Сергей, что у нас сначала сводный дашборд, потом какие-то уже динамика, сравнение, потом первичные данные. И в этом смысле как раз есть хоть и хорошие визуальные работы, но видно, сделаны скорее аналитиком для аналитика, который по полотну разложил много-много этих выборок. Но общие картинки вот такого быстрого ответа для директора, а что у меня в красной, в зеленой зоне, что мне приносит деньги, кто из менеджеров не справляется. Ну, эти вопросы и были обозначены в задании. Но когда мы смотрим визуализацию, это с первого взгляда непонятно. И как раз и важно, чтобы это было очевидно для тех, не для тех, кто занимается дашбордами, а для тех, кто не погружен в процесс и даже там в исходные данные. И в этом смысле как раз обратная связь Кима, она наиболее объективная. Так что, да, спасибо, Ким. И дальше у нас, по-моему, Алексей Стидер. А, нет, или Саша у нас. Да, Саша. Привет. Да, я вроде бы. Алло, меня слышно? Да, да. Отлично. И экран тоже видно. Да. Отлично, спасибо. Так, я на самом деле довольно рада, что передо мной слово взяли Сергей и Ким, потому что на 99% я почти совсем согласна. И очень здорово, что было две таких, как бы, два полядных мнения с точки зрения функционального продукта и с точки зрения только дизайна. Я сейчас уже в последнее время тоже приближаюсь к такой большее точке зрения, как бы, дизайнерской. И я очень не погружена в такие, такого рода дашборды. Я не делаю, не принимаю подобных решений в своей профессиональной жизни с визуализацией данных. Поэтому я тоже прокомментирую, скорее, больше с точки зрения как раз-таки того человека, который видит эти дашборды, не погруженные в специфику, почти что в первый раз. И мне интересно, я все время думаю о том, как человек будет себя вести, то есть вот эта вот психология восприятия, но это связано не только с дашбордами, но и, в принципе, с любой визуальной историей, с которой мы сталкиваемся в повседневной жизни. И очень важен этот опыт пользователя, как он себя будет вести, тем, что он видит в первый раз. Вот. И я выбрала три дашборда, они все на Power BI построены. Я не работаю с Power BI, поэтому какие-то вещи, то есть я не углубляюсь в механику, как это сделано. Хотя, кстати, мне кажется, что когда, например, мы проводили конкурсы у себя в компании, именно мы по табло их проводили, мы им прищали внимание еще на психику реализации, потому что это важно, чтобы человек грамотно все делал изнутри в самом продукте. Вот. Но сейчас, как я уже сказала, будет внешняя оценка. И мне кажется, что, да, не судите строго мое мнение, потому что это просто еще одно мнение, которым можно прислушаться. Я заметила во многих дашбордах такой момент, что это попытка ответить на все вопросы, которые были заданы, на все вопросы в одном экране. И мне кажется, что это почти невозможная история, потому что, ну, не бывает такого, что на одном экране, да, удовлетворить интересы всех сторон, всех людей в разных срезах, ситуациях и так далее. И поэтому очень важно, прежде всего, да, понимать, кто ваша аудитория, то есть кто будет смотреть этот дашборд, да, это будет директор, топ-менеджер или операционные какие-то специалисты. И в то же время важно знать, как именно это будет дашборд смотреться. То есть это будет раз в месяц, каждый день, или там, не знаю, рассылка в статичном виде, это будет ссылка в динамическом виде. В общем, это все такие вещи, которые нужно в самом начале еще проходить и очень легко отвечать на эти вопросы. Здесь пример меня подкупил цветовым оформлением. Но на самом деле, конечно, это, скорее, пример неудачного использования цвета. Несмотря на то, что здесь нету большого цветового разнообразия, мне очень не понравилось, что это основной цвет был бы красным, потому что это, в принципе, понятно, что красный цвет – это все плохо, и зеленый цвет – это все хорошо, и это такая базовая уже модель нашей психики, психологии, которая может искажать восприятие. Более того, сама структура, даже бардан, тоже очень тяжелая. То есть все время нужно давать, ну, не только давать свободное пространство, и то, о чем говорил Ким, да, это принцип близости. То есть какие-то вещи должны быть группированы по смысловым блокам, чтобы было понимание, что вот эта часть – это, не знаю, одна какая-то история, вот эта часть справа – другая история. И на всяком примере, даже под акцию и выпала, это, кстати, очень классно прослеживается. Но здесь также очень важный момент – это, опять-таки, то, о чем говорил Сергей. У нас, и вы можете прийти внимание, что даже на том же Фейсбуке, где вы смотрите эту трансляцию сейчас, да, на всех сайтах, на всех рекламных каких-то компаниях, везде самая главная точка, с которой мы начинаем знакомство с визуальным материалом – это верхний левый угол. Здесь должна быть самая важная информация. Постепенно по вигзагу это все как бы слева направо, сверху вниз, и правый нижний угол – это самая такая второстепенная, самая неважная информация, до которой человек доходит в самую последнюю очередь. Поэтому здесь важно работать над этой вот структурой и на иерархии не только, как бы там, не знаю, шрифтов, допустим, да, но иерархии самих визуализаций, самих бешбортов. Вот, если конкретно по визуализациям, мне здесь не очень понятно, я не фанат круговых диаграмм, мне не очень понятно, как здесь влияет, например, цвет, да, то есть видно, что есть цветовая легенда какая-то, вот, но непонятно, что на что влияет. Более того, основным цветом, как я уже сказала, выбор красный, и из-за этого кажется, что все плохо, в том числе и по менеджерам, если мы переключимся на… Сейчас он задумает. А, вот так надо сделать. В том числе и по менеджерам, даже если визуализация, например, как здесь, нейтральная, то есть здесь просто показаны два числа, да, здесь нет того факта, что плохо или хорошо, но просто вот этот базовый цвет, он выбран красный, и там темно-красный цвет красный, это не очень, наверное, правильно. Мне кажется, что лучше красный цвет, если вы его используете, то используете для того, чтобы, конечно, что-то реально плохо, что на что-то нужно обратить внимание. Просто так делать воронку продаж вот этим с фоновым полукроматированием красного цвета лучше использовать нейтральный серый или синий для того, чтобы не было, чтобы не было эмоционального окрашивания. Ну и так, если очень кратко, то здесь тоже такая же история с визуальной иерархией, с структурой самого Дашфорда, и мне кажется, что есть такая проблема, что некоторые графики делаются просто для того, чтобы их сделать, потому что я не очень понимаю, в чем смысл вот этой, например, визуализации, я не понимаю, по какому принципу она окрашена, я пыталась фильтровать, но вот эта вот окраска, она остается такой же, черная и зеленая, и, в общем-то, много таких вопросов, которые вводят в ступор. На контрасте хотелось бы привести пример, на самом деле, на первый взгляд, очень странного, очень такого, может быть, даже банального Дашфорда, но мне понравилось, ну, я сначала его выбрала за цвета, которые хотелось бы попросить поправить, вот, и за какую-то такую небольшую, ну, во-первых, там, допустим, судоловок, да, тоже, тоже, как Тим говорил, вот эта визуальная гигиена, так очень сложно считывать текст. Но на самом деле я потом его рассмотрела, и мне понравилось, что он максимально простой, он, возможно, ну, видно, что времени, я думаю, потрачено было на него меньше, чем на этом примере. Но, тем не менее, здесь очень круто, во-первых, видно главная цифра, план продаж, факт продаж, конверсия средней длительности сделок, и очень здорово, что потом под этими большими цифрами они раскрываются более детальными визуализациями, в данном числе и дешборд по менеджерам, и, собственно, на каждом уровне, да, у нас получается три таких колонки вертикальных, это продажи, конверсия и длительность сделок, и плюс горизонтальное деление на общее число, то есть это TPI, и на какую-то детализацию по менеджерам. Как же TPI, тоже такой важный момент, как тоже говорил Сергей, толстое число нам ни о чем не говорит, поэтому здорово, если вы будете давать контекст, где его можно дать, увеличение TPI, да, какой-то бренд, не знаю, сравнение с чем угодно, потому что просто цифра в вакууме, она ни о чем не говорит. Вот. И тоже такой момент, о котором я обращала внимание, это сама подложка для TPI. Опять-таки, например, у вас эта подложка меняется с зеленого на красный, если план выполняется, допустим, вовремя, да, или не выполняется. И это совсем, как бы, совсем другая история, нежели чем это, если просто, как бы, ваше форматирование, ваш выбор цвета. Поэтому мой главный посыл сегодня – это очень внимательно использование цвета, особенно зеленого и красного, потому что это те цвета, которые нас провоцируют выводы, да, то, что все хорошо или все плохо. Не нужно их использовать, если они у вас ни от чего не зависят. Делайте белые, серые, спокойные цвета для того, чтобы внимание было приковано к цифрам. Вот. Здесь, в принципе, такая же структура, но очень важно, вот здесь здорово сделано, что, например, вот эта визуализация, выполнение план-факта по продуктам, она уже горизонтальная, да, то есть идет сверху вниз, а не горизонтально-вертикально. В общем, здесь разный вид, да, потому что продуктов больше, и здесь, конечно, жалко все равно, что не вмещается целиком строчка, но так удобнее читать, нежели чем если бы вот здесь, на данном визуализации, структура были бы перевернута на 90 градусов. Вот. И последний здесь, да. А я еще хотел просто добавить, что цифры без разделителя очень тяжело читаются, то есть то ли там миллион, то ли 10, ну вот когда наводите, да, цифры без разделителя. Да, да, да. Тяжелая история. Да, ну вот я не знаю просто, вот я не работала в Power BI, я не знаю, можно ли там этот тип обогащать, я думаю, что можно. Ну, конечно. Да, очень во многих местах этого не хватало, потому что я вот на этом примере, как я уже вначале чуть пояснила, я так и не поняла, от чего зависит цвет на этих донатсах. То есть я пыталась понять, но я не поняла. Поэтому вот такие вещи. Александра, такой вопрос еще пока не забыли. А вот вы упоминали некий чек-лист, я думаю, что и коллегам он будет интересен, ну и нам, в принципе, почему нет. Да, если у вас есть какой-то чек-лист, который разработчик должен прочекать перед созданием, а, ну вот вы его, все, так дал, пока. Да, 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 он такой как бы немножко базовый, просерный, вот это один из наших материалов. В принципе, он может быть достаточно большим и как бы объемным, и мне кажется, очень важно, что если вы работаете, если вы сотрудник компании, да, и у вас, допустим, отдел, или вы просто делаете такие дождьборды для кого-то, очень важно формировать свой собственный чек-лист. В принципе, для того, чтобы у вас было единообразие, стиль, и базовые вещи, в том числе и вот вы, Сергей, говорили, да, про разделители, допустим, про цвет, прирастие шлифтов, вот, но вот такие вещи нужно тебе в какую-то стопилочку сохранять и формировать для себя лучшие правила, как и, собственно, с теми другими областями в жизни. И последний пример, который я хочу пояснить, очень кратко, потому что он очень большой. Это, опять-таки, маленькая иллюстрация. У меня есть просьба, вернись, пожалуйста, на предыдущий дождьбор, но вот такой важный комментарий, почему все-таки это, вот эту работу, я, ну, отношусь к ней критично и, скорее, пример, как не надо делать, и вот у меня на это такая очень аллергия острая. Здесь, на самом деле, печальная ситуация, когда в Power BI сделали слайды PowerPoint. Согласна. В отдельно взятом экране у нас, ну, как раз никаких взаимосвязей, фильтраций совместных тут и нету, и вот так оно совсем уже разжевано, сам по себе каждый экран, он в отдельности и не интересен. Это все можно компактнее сложить там в одну табличку с условным форматированием со светофорами, а не три раза переписывать одну и ту же категорию с разными полосочками. Я, Алексей, совершенно согласна полностью, но, с другой стороны, я вот оценивала свою комфортность при работе в связи с реализацией, и вот об этом я тоже сказала. Я согласна, здесь очень не хватает многих вещей, аналитики, там, какой-то дополнительных расчетов, но это просто я буду говорить там час или 40 минут, да, про это все. Но я просто говорю про комфорт, именно звертки и шаблоны, потому что нам в таком примере, здесь, может быть, большая работа проведена, здесь сложная там диаграмма была построена, но здесь очень такое пересыщение всего на одном экране, вот это вот ответить сразу одним экраном на все вопросы, я просто не сторонник этого, мне кажется, что лучше, это сложная работа, но лучше разделить большую задачу, как бы, да, слона не едят целиком, ну, согласна, да, это тоже, это не идеальная работа, это просто как раз-таки на контрасте, я хотела показать вот это вот разделение, по крайней мере, на одном экране, есть, знаете, есть такой пример, очень хороший шаблон дашборда, то есть как бы у вас наверху идет общий уровень, если про один экран мы говорим, наверху общий уровень КИП-5, это самый верхний уровень, на который посмотрит человек, увидит важные цифры и уйдет. Потом идет чуть ниже более детальный, да, какой-то план, разбивка, и совсем внизу уже совсем детальная информация, в принципе, такой вот этот вот подход, как он, дар, да, но только, например, в рамках одного экрана. Вот это очень важно в себе воспитывать и такую визуальную иераршию ее поддерживать. Вот, согласна, что это тоже крайность очень упрощенная, и вот здесь как раз и на третьем примере это такой небольшой, небольшая золотая середина для меня получилась. Мне понравилось очень цветовое оформление, мне понравилось в целом, достаточно хороший шаблон, есть большой блок с KPI-ми. Я не совсем согласна, опять-таки, с использованием цвета. Если, например, там KPI, да, если цвет меняется с красный-зеленый, это хорошо. Сейчас все отрицательное, поэтому, возможно, не очень. Кстати, еще заметила, что вот это вот выполнение плана, возможно, на первый, как бы, ну, акцент нужно сделать на проценте выполнения плана, а не на самой сумме, ну, не на самой сумме факта, потому что у этих категорий разные масштабы, да, где-то 10 миллионов, где-то 800 тысяч, но более важно, насколько сильно, ну, сколько высоко цель сейчас выполняется, мы встаем на минус 100% или всего лишь на минус 30%. То есть, как бы, возможно, вот акцент нужно сделать на процентное выполнение плана. А так, вот здесь мне очень понравилось, потому что вот этот экран, он такой, получается, и дает общее понимание в цифрах, и есть утилизация по продуктам менеджерам, есть 105 клиентов по специальным суммам сделок, и вот это вот, в общем, мне понравилось. Естественно, что на остальных уже листах такая более детальная работа, и, в принципе, я могу представить такой дашборд в реальной жизни, в работе у людей, которые будут лист за листиком, да, погружаться внутрь данных и смотреть уже на конкретные туши, например, таблицы. Вот. Естественно, что вот такой вот вид диаграммы, особенно по шагам воронки, я не очень оценила, но вот сделки и продукты возможно хорошо, так сказать. Вот. Поэтому... Я бы сразу прокомментирую. Вот сразу, вот если эти хордовые диаграммы заменить на санкей, где мы как раз сможем видеть взаимосвязи, какие каналы, какие продукты приносят, то будет гораздо прозрачнее. Такая картинка. Ну, рекомендация, поменяйте на санкей. И моя такая финальная рекомендация, она относится, в принципе, ко всем участникам и вообще ко всем вам, даже если вы не участвуете. Это ставить себя на место пользователя, который будет смотреть на dashboard, задавать вопросы. И если, знаете, как, например, вообще с любым делом, если вы очень долго занимаетесь, как-то видит на одной задаче, переключитесь, займитесь другими делами, вернитесь потом и посмотрите на то, по первым клядам, для того, чтобы оценить, насколько все понятно, сбивает ли что-то с толку или нет. И это очень важно, важнее, чем вообще, мне кажется, все остальное, потому что даже если вы сделаете офигенский дешборд, круто рассчитаете АБТ-анализ и так далее, но если он будет выглядеть очень тяжело, непонятно, сложно, запутанно, никто не будет на него смотреть и тратить на него время. И поэтому вы просто свою работу просто так в свое время и не получите нужного отлика. Так что у меня все. Мое передаю слово следующим спикерам. Спасибо, Саша. Я как-то скучно стало, больше хейта в комментариях нету, либо я их пропустил. По поводу этих трех работ, ну, чтобы все понимали, вот первые две в текущем виде, точно это примере того, как не надо, вот та вот красно-красная работа и там, где у нас было три слайда. Вот эта работа действительно претендент на финал, и мы видим, что как раз первым листом автор поработал неплохо, на два остальных, наверное, сил не хватило, там уже довольно так скучно, перегружено. Вот, поэтому надеюсь, что авторы работ учтут комментарии, как раз есть у нас время, чтобы можно было это исправить, потому что вот на первых двух примерах вот это по нашему мнению то, то как не надо. Дальше передаю слово Алексею. Всем привет. Сейчас я настрою экран. Видно меня? Слышно? Да. Супер, супер. Видно, слышно. Так, ну, во-первых, прохейт в комментариях. Вообще, все, конечно, молодцы, потому что потратили свое время на то, чтобы сделать что-нибудь полезное и обучиться. Вот, я думаю, что далеко не все это делали из-за денег, поэтому в любом случае все участники молодцы. Так, у меня надо представиться, я руковожу сервисом IBI Connect. В целом, мы достаточно давно работаем именно с Power BI, поэтому и работы я выбрал про Power BI. Я, к сожалению, не смог прям глубоко погрузиться во все работы. Посмотрел несколько, взял три случайных. Вот, я больше про цифры, чем про дизайн, поэтому попрошу это учесть. Ну вот, давайте рассмотрим первую. Выглядит она вот так, здесь всего один лист, в общем-то, я посчитал правильным, что если я рассматриваю Power BI, то хорошо бы модель посмотреть. Модель данных выглядит так, в общем, здесь автор вроде молодец и начал двигаться в сторону разделения общей модели на факты и справочники, в общем, это вроде получилось. в одном справочнике рассчитана мера, которая, в общем, здесь быть, наверное, не должна, но она нигде не используется, поэтому это мелочь. Так, а вот теперь про сам отчет. Ну, в целом, пастельные цвета мне нравятся, вот, тут, наверное, скажут, что их слишком много, но, в общем, смотрится не слишком уж вырви глаз, поэтому визуально более-менее мне подходит. Но, вот, для моего 13-дюймового экрана это, конечно, ад, и сразу же хочется вот ровно половину данных отсюда выпилить и перенести на другой лист, чтобы их можно было удобно просматривать. Так, второе. Касательно функционала самого Power BI, во многих работах я видел, что используется и функционал сегментации, и функционал фильтрации. Собственно, сегментация это, когда мы берем какой-нибудь продукт и делаем вот так. Фильтрация это, когда у нас есть отдельное меню и мы можем сделать так же, но вот здесь, через галочку, через источник продукт и так далее. Ну, имеет смысл, естественно, прибегать и к тому, и к другому, но в данном случае, мне кажется, этот функционал друг друга фильтрует и все можно дублирует и, в общем, все можно посмотреть без дополнительного окошка с фильтрами сбоку. Так, в целом про отчет. Здесь, конечно, нужно понимать, кто, зачем и какой отчет делал, в целом понятно, что есть отчеты, которые были учебными и тренировочными, есть отчеты боевые с большим количеством страниц, выводами и прочим. Соответственно, наверное, у нас будет сильно похожи доклады у всех и примерно все будут повторять о том, что нужно думать о том, что вы кладете в отчет, как это связано, как это использовать. Мне кажется, неплохой практикой в этой истории задавать вопрос, точнее даже так, формулировать несколько вопросов, на которые должен отвечать один лист отчета достаточно четко, понятно и без сильных ответвлений. Такой вопрос на лист может быть один основной и там еще сколько-то дополнительных. А складывать все в одну кучу, мне кажется, не совсем здорово, это просто мешает восприятию. Так, еще про этот отчет. Процент выполнения БП сумма, ну, в целом было бы здорово называть меры, которые вы рассчитываете, чуть-чуть попонятнее. БП, ну, я догадался, что это значит, но все-таки можно не догадаться. Еще про цифры. Здесь есть конверсия в 10%, судя по воронке, это конверсия из всех сделок в старт работ, но при этом, если мы кликнем на этап договор и счет, то они тоже попадут в факт. То есть, этот этап как бы считается в факте, но конверсия в этом отчете, по крайней мере, считает стойко относительно последнего этапа. Вот, это странно. Ну, и кроме этого, весь, всю сумму текущих сделок, ее назвали потенциалом, но так несколько обобщили, наверное, Алексей все же хотел увидеть какой-то более детальный, что ли, потенциал, потому как где действительно у него есть сделки, которые могут в ближайшее время закрыться, а не просто общий объем. Ну, тем не менее, в общем, отчет выглядит симпатично, он отражает, как это было сказано, хорошо отражает то, что есть, но инсайдов дает не очень много, я думаю, что следующий после меня Эдуард, он как раз расскажет о том, как нужно делать отчеты, чтобы они помогали в продажах. Окей, сейчас я попробую перейти на другой отчет. Поменялась у меня правильный отчет демонстрация? Коллеги, скажите, кто-нибудь поменялось что-нибудь? Да, поменялось, видим экран. Супер, супер, просто все молчат. Так, ну, здесь кажется, пользователь сначала попробовал дизайн, но потом пошел в сторону ярких цветов. В целом, выбор единого цвета, который много где присутствует, это, наверное, правильное решение. Добавление дополнительных цветов, на мой взгляд, спорное, потому что красно-синим смотрится, ну, как меню, мне очень симпатично. Так, в этом отчете есть прикольная кнопочка, которая переключает все с денег на количество. Она так скрыта, но, тем не менее, функционал этого отчета практически удваивает. Второе, что очень прикольно, это лист с пояснениями. Его бы многим тоже стоило добавить. Так, теперь, что не прикольно, это конверсия. Как рассчитывалась конверсия, не совсем понятно, но, Алексей, спешу тебя поздравить, конверсия в апреле 400%, это значит, на каждого одного приведенного клиента ты сделаешь сразу 4 сделки. Заканчивай с маркетингом, у тебя все будет хорошо. Ну, в общем, победителя, я готов купить, внедрить этот счет, если он будет действительно все в 4 раза увеличивать. Здесь явно что-то не то с тем, как, собственно, эта конверсия считается, и про при подсчете денег, она здесь 600%, и при подсчете количества тоже, она здесь некорректная. по всей видимости, это стандартная проблема, когда пользователь считает все сделки, которые пришли в апреле, точнее, не так, все закрытые сделки в апреле, делит на все сделки, которые пришли в апреле, поскольку цикл сделки длинный, она могла прийти когда угодно, поэтому конверсия в абсолютном месяце конверсия подсчитана абсолютным способом для одного месяца, это, конечно, не очень корректно, особенно, наверное, в этом случае, вот хорошее проявление. Так, ну, здесь есть прикольное сравнение длительности в днях, видно, кто больше или меньше тормозит, здесь прикольное выделение TPI, выполненных TPI зелененьким, вот, это мне понравилось, табличка мне понравилась, но в рамках текущей визуализации мне кажется, что это лишнее, я такие таблички люблю, если в них еще побольше данных, то это супер, но их лучше размещать на отдельном месте, где их будет удобно смотреть отдельно без всего остального. Вот, но здесь тоже не очень большой отчет, его можно тоже назвать тренировочным, он показывает собственно, что было, но дает мало пищи для того, что делать дальше, на мой взгляд. Так, еще один отчет. Этот, да. здесь поинтереснее, здесь тоже есть вот собственно как раз дублирование сегментации и фильтрации функционалов Power BI. да, я собственно про это говорил, потому что логично было бы делать фильтрацию вместе, чтобы можно было посмотреть например двух менеджеров или два каких-то продукта, но здесь только одиночный выбор, поэтому сделать нельзя, поэтому большого смысла в этих фильтрах, по крайней мере на мой взгляд нету, но зато это можно сделать через control, через сегмент, просто выделив менеджеров в нижней табличке. Так, ну, касательно дизайна, в целом, опять-таки, здесь все достаточно мелко и на моем экране не то, чтобы очень удобно, но в целом пользоваться можно. Я плохо понял вот этот график, но признаюсь честно, я в него не очень много погружался, здесь показана воронка продаж с конверсиями от этапов к этапам у Филимонова четвертый этап к третьему 75%, значение 23% у другого менеджера по-другому, но я не понял, что мне это должно сказать. Вот, может быть, Алексей, как конечный пользователь, в итоге скажет, но я не разобрался. Я тоже не понимаю вот этот баланс, ну, я догадываюсь о идее, как бы структура сделок в портфеле каждого менеджера, но что делать с этой информацией, я не знаю, как директор, то есть для меня эта визуализация ни о чем, никакой информации действию не дает. Ну, в целом, на самом деле, мне кажется, это свойство вообще отчетов, которые делаются на сторону в первую или там в один из первых разов, потому что делается отчет и тебе он предельно понятен и кристально ясен, тут же очевидно абсолютно для создателя, в чем суть вот этой игры, этой визуализации. Но новым пользователем, особенно если взглянуть мельком сразу на весь отчет, попытаться разом понять все, что есть на этом листе, то это не всегда бывает просто, но, наверное, если смотреть на этот отчет каждый день и то становится уже получше. Так, мне понравились звездочки, клево, что их выделили, мне понравился вот этот переход от одних значений, которые есть в таблице, к другим, я, правда, не понял, почему называется плановые натуральные показатели, потому что если я перевел эту штучку в план, то в таблицах про план ничего нету, перевел в натуральные, значения поменялись, но тоже непонятно, не совсем понятно. Так, еще хотел отметить общую конверсию, опять-таки, автор отчета наверняка знает, что это значит, я не знаю, потому что, опять-таки, конверсия для CRM-систем может быть посчитана большим количеством способов и в разных случаях можно разным считать, разный случай, пардон, разли считать правильно. Так, у нас есть на закладках еще несколько листов, касательно закладок, прикольно, что они есть, но мне не нравится, что они, во-первых, листов у нас три, а закладок две, и они меняют свое положение, то есть, сейчас я нажал на какую-то из них, и уже не помню, как она называлась, сейчас у меня есть две других, соответственно, вот это свод, но названия для листа нет, это, конечно, небольшой минус, но для понятности имеет смысл добавить. А, да, я еще забыл сказать, что здесь есть прикольный очень тултипчик, вот такой, но опять-таки, что он значит, наверное, понятно автору и тому, кто разбирается с отчетом, потому что, конечно, на двух месяцах это не очень ясная пирамида, не знаю, что, вот, наверное, если месяцев больше, это целый год, то смотреть на него прикольнее, но сейчас он не очень полезен, так, здесь больше информации о том, что происходит с конкретным клиентом и конкретным менеджером в разбивке и в разных их комбинациях. Честно говоря, я не вдавался глубоко именно в значение цифр, но в целом я думаю, что для пользователя это будет удобно, если ему нужно смотреть именно цифры именно в таком разрезе. Мне тут, кстати, смутило то, что вот это среднее считается не по выявленным показателям, то есть, если вот эти циферки сложить и разделить, то 90 не получится. Вот, на самом деле, оно считается по всему тому, что есть внутри у этого менеджера. Вот, и есть последний лист. Вот, наверное, это самое интересное, что было здесь реализовано, но поскольку я смотрел только на веб-версию и плохо понимаю, что именно за цифры здесь отражены, но, насколько я смирился догадываться, пользователь решил отразить влияние результата на, от чего он зависит, от того, что цена была назначена больше или меньше, или от того, что было недостаточно много сделок, то есть, влияние цены и влияние количества сделок. Вот, но, опять-таки, как этим воспользоваться, это выглядит интересно, но как этим воспользоваться, я пока не буду. Ну, и в целом, наверное, у меня все. В общем, спасибо. Я подведу акцент хочу сделать, чтобы тоже нашу критику правильно понимали. Вот, эту работу хоть мы и покритиковали, но, на самом деле, если автор учтет те замечания, которые мы на прошлых работах разбирали по поводу цветов, по поводу верстки, навигации, того, где элементы находятся, понятности подписей, это будет очень хорошая заявка на победу, и тут хорошая фактура, и, в общем-то, понятно, что нужно доработать, и поэтому я думаю, что вы сможете в оставшееся время действительно это дошлифовать, чтобы это был такой удобный, интуитивно понятный элемент для навигации. Да, это самый, в общем, мощный отчет из тех, что я рассматривал, как минимум по наполнению и тому, что внутри реализовано, вот, но над оформлением, конечно, есть, есть куда поработать. Ну, и все-таки, там, лично для меня очень важным является, что находится внутри отчета, и насколько правдиво он считает цифры, потому что, ну, я выборочно смотрел несколько, и результаты конечных цифров по многим, в общем-то, расходятся, они похожи друг на друга, и кажется, что про разные вещи разговорили. Я тоже хотел пару слов добавить. Во-первых, да, с Алексеем полностью согласен, что все, конечно, только на цифрах, да, и, например, мы в своем опыте, то есть, качество цифры важнее оформления всегда, но просто у нас, как я понял, мероприятие больше посвящено именно оформлению, поэтому я тоже концентрировался там вначале именно на красоте, но важность цифр, она стоит на первом месте, и она там, наверное, 80% проекта, это все-таки цифры, выверка, грамотная модель, чтобы быстро работала и так далее, а дизайн это уже вторые 20%. И второй момент хотел сказать, что вот факторный анализ, это на самом деле очень крутая вещь, то, что там товарищ ее сделал, это просто чудесно, потому что на самом деле факторным анализом пользуются, ну, скажем так, менеджеры мечтают видеть факторный анализ, потому что он дает им прям вообще фактуру, что делать, то есть это типовая история, то есть из-за чего, например, у нас выросли продажи, потому что у нас там цена выросла или количество, и, например, часто компании оптимизируют, то есть они говорят, нам количество не нужно, нам нужно, чтобы там маржа была или там оборот, то есть нам лучше дороже продавать, чем в штуках продавать больше. Поэтому факторный анализ – это очень круто, и помимо вот такой визуализации, как здесь коллега сделал, ну, надо там, да, еще посмотреть, ее будет повнимательнее, это можно отразить в виде водопада, как вот Александра показывала, где такой красный дэшборд, там вначале были такие водопады, и вот каждый элемент, ну, вот каждая штучка этого водопада – это фактор как раз. И вот там можно очень круто оценивать влияние там многих факторов на итоговое значение, то есть, например, почему у нас там что-то падает или что-то растет. Так что вот. Совсем согласен. В целом, наверное, у меня на этом все. Спасибо, Алексей. Передаю привет всем кухонным аналитикам. Надеюсь, что по завершению карантина наши дэшборды не превратятся в квадрат Малевича. Про который Сергей говорил. Вот. Всем успехов, пилите, допиливайте дэшборды, и удачи вам в конечном судействе. И что еще отвечу на комментарии. Действительно, все верно, что в наборе данных нету полной истории по сделкам, там, с переходом между этапами, нету данных именно по проигранным сделкам. Что не позволяет вот так вот правильно, объективно сделать аналитику. Но этот набор данных позволяет как раз поработать со структурой материала здесь предостаточно. И вот здесь, наверное, я вот, Влад, тебя бы как раз попросил, может быть, как раз поделиться там своим опытом, а какие метрики там востребованы действительно вот в твоей там практике организация дела в продаж, как раз той позиции, чего здесь не хватает. Мы понимаем, это ограничено нашими данными. А что было бы там востребовано там у тех клиентов, с которыми ты работаешь, там, вот опираясь на проекты с АМО-СРМ. Хорошо. Так, я сейчас попробую открыть свой экран. Виден ли он? Выключи. Демонстрация. Я, кстати, еще скажу от себя ради интереса. Мы используем АМО-СРМ для своей, ну, для работы в нашей компании. И у нас тоже напилен дэшборд для себя. У меня он как бы вот спрашивали тут, типа, покажите свой. Показать можем, но будет стыдно. Вот. Ну, АМО-СРМ, это, конечно, честно вам скажу, коллеги, это очень суровая система. Я работал и в Динамиксе. Там, кстати, все классно. И для него, кстати, тоже у меня есть дэшборд. Очень прикольный. Ну, олдскульный, но прикольный. Ну, АМО, это, конечно, вот такая суровая штука. Так что всем удачи, кто с ней работает. Такие дела. Так, ну что, я могу начать, да? Да. Ну, если касаемо АМО, в продолжение я могу сказать, что АМО-СРМ это совершенно не система для какой-то отчетности. И все, что есть в АМО-СРМ, это сводная воронка продаж, которую многие участники пытались вот таким вот образом отразить. Это называется сводная воронка продаж. Она никакой пользы не несет абсолютно. Ну, смотрим мы сюда, ну, 80 лидов на входе, ну, 8 на выходе. Ну, как бы и что? Я смотрю всегда на отчеты с точки зрения управленческого решения. Куда мне, как руководителю, нужно сфокусировать внимание, внимание своей команды, чтобы на выходе стало не 8, а 16, например. И вот эта сводная воронка ответить на этот вопрос априори не может. Она бесполезна в этом смысле. То есть непонятно, куда прикладывать усилия, на какой канал давить, на какой продукт давить, на каких клиентов давить, какого менеджера мне подтягивать. Может быть, у меня какой-то менеджер проваливается, и мне нужно его подтягивать. Поэтому вот такие вот воронки, они абсолютно бесполезны. Ничего с ними сделать нельзя. Поэтому AMA CRM – это некий агрегатор данных в каком-то смысле, и достаточно много данных там можно собрать, а потом вот с этими данными надо разбираться, реально строить отчеты. Почему открыл этот отчет? Здесь хочу показать, потому что достаточно много здесь данных есть. Не обновился. Как бы я смотрел на этот отчет, наверное, не глазами директора, а глазами директора по продажам. Здесь много такой информации есть, но она чуть-чуть не докручена. Вот если чуть-чуть докрутить, будет вообще замечательно. Что я смотрю? Вот мне вот интересны вот эти вещи, потому что отсюда можно начать делать выводы, куда инвестировать внимание свое, чтобы увеличить продажи. Я понимаю, что у меня есть достаточно неплохой средний чек по каналу мероприятия и очень и самая быстрая сделка, то есть средний цикл практически самый маленький – 29 дней. Тут вот есть короче только 28. Соответственно, о чем мне это говорит? Что практически самый высокий средний чек, а он самый высокий, и цикл сделки очень короткий. Значит, мне бы таких сделок побольше, и тогда у меня продажи вырастут. Но я смотрю дальше, начинаю смотреть по менеджерам. А за счет чего я могу сделать таких сделок побольше? В кого мне из менеджеров, из четырех, инвестировать время? Инвестировать в тех, кто в красной зоне, не имеет смысла, потому что их процент прироста не даст мне принципиальное увеличение продаж. Если я вот этих групп ребят, которые в красной зоне, дотяну до зеленых, вот это будет реальный скачок. Соответственно, дальше у меня возникает вопрос. Если у Скворцова достаточно низкая конверсия по сделкам, которые приходят с мероприятия, она всего 10%. Я хочу увидеть воронку Скворцова в разрезе по мероприятиям и понять, на каком этапе у него самая большая проблема, из-за чего у него итоговая конверсия 10%. То есть это итог. Я хочу увидеть всю воронку, как он двигал сделки, и где у него самый слабый этап. То есть вот такую воронку, но в разрезе Скворцова, в разрезе канала мероприятия. И вот это конкретный фокус внимания руководителя. И вот за счет этого, когда я пойму, где у него реально самый слабый этап по этим лидам, я реально смогу увеличить продажи. То есть это конкретное прикладное решение, которое должен принимать руководитель. Поэтому вот если здесь вот такой отчет чуть-чуть докрутить, и реально, если я бы нажимал вот сюда на десяточку, и у меня появлялась бы воронка по этому менеджеру в разрезе с этапами, с конверсиями между этапами, вот это было бы прям замечательно для управленческого решения. Ну вот это, наверное, по этому отчету самый главный мой комментарий. Дальше, чего не хватает, то, что реально используется на практике. Опять же, вот хороший разрез по источникам привлечения клиентов. Но я хочу понимать, по каждому источнику, сколько я плачу за каждый лид в разрезе по каждому источнику, в каком источнике у меня самые дешевые лиды, и сколько я зарабатываю на каждом лиде в разрезе по каждому источнику. Какой источник мне дает самый доходный лид. И то же самое по клиентам. Сколько я плачу за каждого клиента в разрезе источников, и сколько я зарабатываю на каждом клиенте в разрезе источников. На основе этой информации я четко смогу ответить, в какую сторону мне нужно перераспределить рекламный бюджет, чтобы заработать больше. Не меняя ничего, не меняя команду продаж, не меняя оргструктуру, не меняя бизнес-процессы, просто правильно перераспределяя рекламный бюджет, увеличивая продажи, как следствие. То есть вот это то, чего лично мне очень сильно не хватает. Я не понимаю ценность каждого канала. Да, я вижу средний чек, да, я вижу количество сделок, но я не понимаю, сколько я плачу за каждую сделку и сколько я зарабатываю на каждой сделке в сравнении. То есть какой канал у меня реально самый дешевый, а какой канал для меня самый дорогой. Возможно, от какого-то канала мне стоит отказаться, потому что он очень дорогой. Вот здесь такой момент по этому дешборду. Глобально я прям по всем дешбордам не планировал пробегаться, но вот еще, да, здесь вот опять сводная воронка по продажам, но она бессмысленная. Я прокомментирую все-таки вот по ответам, которые тоже мы читаем. Действительно, информации по затратам в нашем наборе данных нету, но как раз делать воронку, которая будет фильтроваться и по каналу, и по менеджеру, это набор данных позволяет. Да, 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 вот это как раз можно. То есть я здесь был оговорочек, когда я говорил про затраты, я сделал оговорку, что было бы здорово, если бы были такие данные, то есть это бы немножко так наполнило бы. То есть здесь, да, я знаю, что таких данных просто нет. Ну вот да, вот этот разрез добавить. Я на что акцентирую у слушателей, мы же рассчитываем, что это не только конкурсные работы, но и пища для размышления, когда вы хотите у себя внедрить аналитику продаж и как раз заранее подумать о том, чтобы по каналам настроить сбор данных. Вот к чему сейчас мы вот в таком ключе дискуссию продолжаем. Да, да, то есть вот этот вот анализ, например, Кузнецов, низкая конверсия по каналу рекламы. То есть если он получает лидов из этого канала, у него достаточно низкая конверсия. Я нажимаю, и вот тут я хочу увидеть его воронку, чтобы понять мне как руководителю, мне над чем работать. Он плохо делает первый звонок, плохо квалифицирует, у него не получается назначить встречу, он плохо дожимает. Ну то есть вот где реально проблема, куда мне прикладывать усилия, чтобы с этим менеджером поработать, и его конверсию сделать не 14, а 50. И тогда это даст реальный скачок в продаже. Ну дальше, что я здесь хотел сказать по другому отчету. Здесь тоже вот сводная воронка, она, к сожалению, ничего не дает. И даже если мы берем условия кейса, что это дашборд для директора компании, то, ну поверьте, ему вообще вот на эту воронку фиолетово. Он, во-первых, в ней ничего не понимает и не хочет понимать, и ему вот эти цифры вообще ни о чем не говорят. То есть ему такая воронка вот вообще никуда. С точки зрения реальной какой-то пользы, как какой-то вот инструмент, на который он смотрит и понимает, ага, наверное, вот сюда надо приложить усилия. Она вот вообще бесполезна. Вот здесь я тоже что хочу добавить. Были вопросы о том, что с теми, кто делал номинацию в презентации, статичные картинки. Просто здесь интересный момент. Это прислано в PowerPoint, хотя мы видим, что сами визуализации сделаны в Power BI. Но если мы рассматриваем как статичную картинку, как презентацию из тех же трех слайдов, это тоже имеет право на жизнь. И даже в этом ключе, там, те же данные в таблице ниже, это уже информация по каналам, там, насколько отклоняется от плана, индикаторы настроены. Это хорошо, так же как по менеджерам. Пускай это картинка, которая там, если она понятна без каких-то кликов, именно на первом уровне, да, нормально. Но вот воронка без индикаторов, как самое там среднее по больнице, действительно этого недостаточно. Но просто, чтобы все понимали, мы не настолько топим за интерактив, а про то, чтобы пускай и в статике, но были индикаторы, была вот та информация, которая говорит, что у нас в зеленой или красной зоне, что хорошо, что плохо. Ну, вот здесь, что еще хотел добавить, не относительно вот к этому дашборду, а в целом, если это все-таки история для директора, то вот этот момент уже затрагивали, что анализ идет там слева, и не там, как мы смотрим, по какому принципу мы смотрим на цифры. То, и об этом тоже уже говорили, то слева вверху директору однозначно важно видеть сводную картину, сколько денег мы заработали, сколько денег мы должны были заработать. То есть план-факт, классический план-фактный анализ. Потом, с точки зрения логики директора, он хочет увидеть это в декомпозиции по продуктам. Ему продукт, в первую очередь, важен, то, что он продает. А как это раскладывается по продуктам? Если бы был разрез еще по территориям, после этого, как правило, после продукта он всегда хочет посмотреть, а как по территориям. И только потом по менеджерам. Если это история для директора, то менеджеры для него на последнем месте. На первом месте менеджеры для ROPA, для директора по продажам. Для COMDIRA тоже уже там сомнительно. Менеджеры далеко не на первом месте. То есть вот с этой точки зрения тоже нужно было бы учитывать, что именно по такому принципу нужно было расположить конкретные панели, которые именно вот в такой последовательности будут показывать информацию. Здесь вот на что я хотел именно здесь обратить внимание. Для меня с терминологией сходу не очевидно. То есть 46 компаний – это как показатель… Ну, о чем он мне должен сказать? 46 компаний. И что? Это плохо? Это хорошо? Должно быть больше? Должно быть меньше? Что такое 46? Непонятно. И, ну, может быть, я не разобрался. Сделки, контракты и оплаты – вот эта терминология тоже, она какая-то слишком сильно пересекающаяся. И непонятно, чем… Сделка – это, наверное, лид или это не лид? Да, это все лиды. Контракты – это то, что подписано, ну, в стадии подписания, но еще пока не было оплаты, мы не считаем эту сделку выигранной. Ну, то есть оплата – это выигранной сделки. Все, ну, теперь, да, теперь понятно. Но вот сходу я как-то, ну, немножко завис. Ну, здесь опять же аналогично вот эта воронка, которая ничего не дает. Есть заход на то, чтобы сделать разрез по каналам, но просто сводного разреза по каналам недостаточно. К этому разрезу нужно всегда добавлять менеджеров, а дальше менеджера уже раскладывать по воронке. Иначе, ну, вот, ну, 30,6% к нам приходят с партнерского канала. В целом это ни о чем не говорит. Хорошо это или плохо, я понять не могу. Ну, да, это просто факт. Вот 30 – делай с этим, что хочешь. Мне достаточно 30 или мне надо 40? Надо ли мне увеличивать количество клиентов из этого канала? А если я слишком много плачу за этих клиентов? Наверное, не надо. Ну, то есть вот сама по себе вот эта информация, она слишком верхнеуровневая, и она не позволяет понять, что дальше с этим делать. Она просто констатирует факт. Ну, вот так. Типа, ну, хорошо-плохо, придумай сам называется. Хорошо это или плохо. И вот здесь я не понял про стоимость. Что такое стоимость? Это цена контракта? Цена контракта. Ну, давай, Эдуард, у нас тут зрители начинают ругаться на то, что ты не изучил достаточно набор данных, насколько, как подробно наши участники изучили и выстрадали его. Вот. Я сразу отвечу на вопрос по поводу общего объема воронок. Давайте общий объем считать воронки, ну, по сути, суммой всех наших заявок сделок, то есть сколько вошло в эту воронку, вот эта общая сумма, и, по сути, сколько из нее вышло выигранных, чтобы вот этот вот вопрос терминологически снять. Ну, и еще раз, по сути, то, что говорит Эдуард, это советы на уже те случаи, когда вы это внедряете у себя, вот, и мы понимаем, что наш учебный набор данных, он все равно немножко там упрощен от реальности, и мы его не говорим как лучшая практика для каждой компании, может быть, там, в следующих, если будем повторять эту вещь, мы там побольше заморочимся с более реальным набором данных, но на текущий момент, я думаю, этой фактуры всем предостаточно. Вот. Отвечая еще на комментарии, я не думаю, что после нашей критики все сделают что-то совсем одинаковое, потому что работы в разном стиле, вот, но я думаю, что вот эти замечания, рекомендации, разделения по уровням, вы учтете, это не обязательно, что должно быть именно три страницы, мы говорим, что это логическое разделение, и его можно и в рамках одного экрана сделать, так же, как кто-то делал всплывающие подсказки со связанными отчетами, то есть разные подходы, разные подходы стиля, поэтому я думаю, что мы на финал получим действительно уже те работы, которые зрители смогут подглядеть и для себя подчеркнуть для внедрения в своих компаниях и посмотреть действительно на тех специалистов, кто это классно делает и может как раз и понимает, как эти данные обогатить, как их, что к ним еще стоит добавить, и там в ходе наших обсуждений это поймет, дальше уже внедряя это в реальной работе, занимаясь такой проектной практикой. Да, я, если можно, я резюмирую, самый главный мой месседж, то есть меня изначально, когда представили, меня попросили дать в целом комментарий на тему того, как это реально могло бы использоваться на практике, и поэтому, возможно, многим участникам мои комментарии не нравятся, потому что они не совсем в рамках кейса. Но если возвращаться к кейсу и вот быть строго в рамках кейса, если уж задачка была сделать дашборд для директора, то моя обратная связь следующая. Я среди всех дашбордов увидел, я могу ошибаться, это моя субъективная точка зрения, я увидел желание показать все, что мы умеем делать с конкретным инструментом, например, с Power BI, и неважно, кто этим будет пользоваться, мы покажем свои навыки. Если уж возвращаться к кейсу, покажите свои навыки применительно к бизнес-ситуации, к пониманию того, что в этот дашборд смотрит директор, с пониманием того, что важно для директора, реально для директора компании, и что хотел бы видеть именно директор компании. Потому что многие вещи для директора вообще неинтересны. Особенно, когда здесь есть некоторые отчеты, которые я не включал, там прям больше для аналитика информации. То есть директор вообще точно в такой информации работать не будет. Поэтому с точки зрения практической применимости поставьте себя на место директора и поймите вам, как директору, важен будет этот показатель или нет. Многие вещи директору не важны. Вот такие воронки директору не важны. АБЦ анализ, ну, лучше АБЦ XYZ анализ, потому что просто АБЦ анализ, он как бы хорош, но наполовинку. То есть, ну, вижу я, что Beeline, да, у меня в категорию А попал. А вот что у него с частотой покупок, вот мне уже чуть больше интересно, чем просто видеть, что он у меня попал в категорию А. Вот планфактный анализ, да, 100%, это история для директора, потому что он смотрит сводную картинку. То есть, вот я бы в таком ключе резюмировал. Найдите те нетривиальные, уникальные показатели, которые можно вытащить из данного вам набора данных, исходного, которые будут реально важны для директора, а не с точки зрения того, что вы физически можете это реализовать на Power BI и такой показатель выдернуть, но он может для директора не иметь вообще никакого значения. Вот, видимо, основная проблема, что людям, которые не были директорами, очень тяжело понять, о чем думает директор. Они думают, ну, как бы это очень тяжело, видимо. А в этом же смысл дашборда, потому что никому не нужен дашборд ради дашборда. То есть, если уж решать кейс, и если уж те, кто нас смотрит сейчас, хочет конкретики именно в рамках кейса, тогда кейс должен быть реально применим для решения конкретных бизнес-задач, для конкретной позиции. То есть, если позиция директор, значит, нужно строить отчеты для директора. Если бы была позиция руководителя делопродаж, вот это другой разговор, там другой набор отчетов. Если бы была позиция коммерческий директор, это третий разговор, там тоже другой немножко видоизмененный набор отчетов. Видимо, Алексей сам не знал, во что ввязался, когда сделал этот конкурс. Поэтому, ну да, тут... Это импровизация. Что? Давайте, я просто вынужден сейчас уже нашу трансляцию сворачивать. Уже два часа подходит к концу. И на самом деле, я думаю, что на следующей нашей финальной трансляции как раз мы больше внимания, времени уделим вот таким бизнесовым вопросам. То есть сегодня мы разгребали такие косяки с дизайном, со структурой, вот с той темой, что аналитики сделали сами для себя, слишком перегруженная. И на нашей финальной трансляции, которая у нас будет 30-го числа, мы уже это все больше пообсуждаем как раз как директора. И вот в итоге как раз Эдуарду мы мало времени оставили, хотя его комментарии все как раз очень высоко оценили. Поэтому я думаю, что этот акцент про бизнесовость ташбордов и будет темой нашего финального разбора. И как раз мы не будем вот отягощены такими вот визуальными смысловыми ошибками. Действительно сможем уже как раз на шаг вперед пройти и сформулировать предложения, рекомендации по таким, как собирать, какие метрики вообще помимо использованных внедрять в своих дашбордах. Поэтому спасибо всем членам жюри, что уделили время, что погрузились в задачи, подготовили свои комментарии. Спасибо большое всем участникам, которые подготовили этот материал. Я думаю, что вы для себя все равно из этого точно вынесли пользу и дали полезный материал для всех остальных. Итак, дальнейшие наши организационные шаги. 30-го у нас финал. Прием заявок, он получается включительно до 28-го, до полуночи, чтобы у нас все-таки 29-е число было на то, чтобы подвести итоги. Ну и вот мы уже действительно там сделаем итоговое выставление баллов по тем работам, которые у нас попадут в шорт-лист нашего финала. Ну там еще вот в письмах, во всех инструкциях вы получите подробную информацию, что как выкладывать, как мы там организуем наши, в том числе, зрительские голосования. Поэтому мне тут солнце слепит глаза. Уже вечер. Всем спасибо, всем здоровья, берегите себя и успешной плодотворной работы. Всем счастливо. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok